а тут вот есть у нас экс-руководитель нижегородского стройдепартамента а дмитрий горбунов московский райсуд по ходатайству следователя постановил взять его под стражу чиновник администрации нижнего новгорода и обвинен в получении взятки в особо крупном размере и тут уже как бы таким вот скромным миллиончиком за переизбрание там как бы немножечко будет не пахнет по версии следствия сентября 20 по декабрь 21 года чиновник действует совместно с неустановленными сотрудниками городской администрации получил от значит бизнесменов не менее 10 миллионов рублей в качестве взятки за содействие в конкурсе на строительство объекта за какой период с сентября 20 по декабрь 21 полтора года где-то да ну годик небольшой да 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 и он как раз в 21 уволился по собственному желанию ну вот теперь и вот вот так все получается классика российская действительность российской политики и слуги народа которые не избираются обществом которые не опираются на интересы или на отчаяние избирателей конечно идут туда исключительно для удовлетворения своих личных интересов и в очередной раз вот собственно с вами можем этот пример наблюдать чиновник дорвался до кормушки получил в свое распоряжение полномочия которые могут вершить какие-то отдельные важные финансовые вопросы и как только появилась возможность он ими распорядился в личных интересах и ему абсолютно наплевать что от этого пострадают граждане что система потратит лишние ресурсы что будет нанесен урон налогоплательщикам его волнует личная нажива личный интерес и на как от этого в принципе избавиться ну во первых мы должны изменить формирование власти сам по себе механизм да который сегодня на уровне муниципалитетов мы с вами наблюдаем он не эффективен до невозможности власть независимо от общества независимо от народа она соответственно в последнюю очередь будет думать что там хотят от них люди да если бы градоначальники избирались на всеобщих открытых выборах если бы эти выборы были проходили под контролем общества если эти выборы будут честные и прозрачные то естественно будут приходить люди достойные а общество будет контролировать кто как отбился и вы там от собственно заявленных изначально требований целей и кто собственно в чьих интересах работает если градоначальник будет переживать о своей репутации он будет думать не только о себе но и о своей кадровой повестке политики да он будет понимать что он ответственен за свои заместители за своих подчиненных и если кто-то из них проворовался ему на следующих выборах это предъявит он не пересберется вновь да потому что ну люди считают для себя это важным они они начальство они платят зарплату и ставят оценки и второй момент наряду с этим второй не по значению но тоже обязательный момент это борьба с коррупцией если у власти будет народ и представители трудящихся представители пролетариев наемных работников всех тех кто сегодня ограблен и обманут и угнетен естественно будет стоять вопрос а как будет работать правоохранительная система сегодня правоохранительная система нацелена против общества она придает прочность власти то есть подавляет всех тех кто с властью не согласен тех кто выступает открыто против она сажает соответственно за экстремизм за то что человек вот как у нас завтрашнем видеоролике с утра выйдет вот очередные громкие призывы президента путина да опасен да человек должен вот наверное быть устранен его должны там посадить в тюрьму он должен эту критику прекратить там всяческую борьбу свою да если соответственно этого не получается сделать нет таких поводов да их просто придумают да будет провокация будут какие-то там попытки что-то выдумать да какие-то псевдоэксперты которые нарисуют то что нужно следователю и этих людей просто исключат из этой политической борьбы если мы говорим о интересах трудового народа то правоохранительная система должна быть нацелена на борьбу с теми кто нарушает на общественные правила с теми кто идет против интересов трудящихся да то есть она должна контролировать с этих государственных чиновников этих управленцев помните известную известную историю до советскую советского союза что чиновники когда что-то строили там дачу себе например или какие-то там покупали себе там машину например они под все квиточки подбивали где кирпичку купили да откуда деньги там на это взяли у них вся математика была на 5 с плюсом почему то что они прекрасно понимали что приедут из абхсс и задают вопросы на какие денежки вы все это приобрели да и в этом плане есть диктатура трудового народа потому что эта диктатура выражается через представителей общества до через представителей народа в том числе правоохранительных органов да то есть это должна бы должно быть не вот это все объемлющее до контроль там и внимание кто кого лайкнул репосту кто кто где кто что там написал да а это должно быть собственно направлено в интересах общества то есть против тех кто мог бы эту власть использовать личных интересах и на второй момент да если даже кто-то сможет эту власть использовать личных интересах этот человек не должен получить возможность распорядиться этими деньгами помните в золотом теленке в конце остап бендер жалился своим значит своему другу шуре государство не видит во мне покупателя если у него есть миллион да а или там сколько несколько миллионов даже сколько он там у этого подпольного миллионера забрал да а он не может потратить эти деньги и остап бендер говорил государство интересуется природой моих богатств история откуда эти деньги у меня появились и вот здесь как раз и есть ответственность чиновников отчитываться по не только по своим доходам по своим расходам если у тебя 15 квартир если у тебя элитные иномарки а твои зарплаты не хватает на то чтобы все это дело приобрести то ты автоматический преступник ты автоматически коррупционер и все это будет конфисковано у тебя и если мы дадим возможность сотрудникам да в том числе администрации там муниципалитетов префектур там правительств на иметь не просто возможность об этом заявить а некую создадим систему поощрения да что слушайте если вы значит сможете сообщить о реальном коррупционном преступлении которые там у вас в отделе или в вашем ведомстве происходит да вам будет к примеру премия да с одной стороны кто-то скажет что вот там стукачество и так далее слушайте это наши с вами слуги народа которые работают против нас и мы должны все усилия приложить чтобы эту коррупцию изничтожить потому что эта коррупция будет работать против каждого из нас вместо того чтобы построить вам качественную больницу эти деньги кто-то вот украдет на какие-то псевдолевые подряды и в этом случае и будет контроль трудящихся контроль надо руководством на предприятии на том же или на там каком-то учреждении государственном пусть это будут профсоюзы трудового коллектива которые будут смотреть за честность там расходований в том числе средств потому что они будут понимать прекрасно если они будут эффективно работать общество будет богатеть и они в том числе будут богатеть и у них зарплаты будут подниматься а если все деньги будут уводить налево как говорится ну блин это будет приводить к тому что они будут жить еще беднее средств станет еще меньше да отдельные будут на этом сказочно богатеть а все остальные будут я не знаю там с дырявыми штанами там с заплаты ходить все что это что это